Виталий Кличко не перестаёт радовать интернет-пространство всё новыми и новыми вирусными видосиками. А перлы его выходят с завидной регулярностью и ждут их уже, по-моему, не меньше, чем новый сезон любимого шоу или сериала. В этом ролике я решил продолжить тему, которая была затронута в предыдущем, и показать вам 5 новых, смешных и неоднозначных ляпов Кличко, 10 из которых вы и не увидели в прошлой части. Поехали! Ночной оса случая, который уже в далёком октябре 2015-го произошёл с Виталием Кличко на открытии очередной спортивной площадки. Там он решил похвастать своими спортивными данными и показать публике выход на турнике, но что-то вот пошло не так. Солнышко сможете сделать? Смогу, ну ещё. Сосиска. На такое чемпион мира по боксу просто не мог не обратить внимания, после чего быстро реабилитировался и сделал подъём с переворотом персонально для своего обидчика. Я делаю подъём с переворотом специально для вас. Хороший опыт. Потому что вы меня обидели, если сосиски назвать. Давайте куртку подъём. Мы верим, верим. Из курски. Это дело специально для вас. Сосиска. Сосиска. Но если в прошлом ляпе скорее была виновата больная рука боксёра или плохое самочувствие, то здесь виной уже стала какая-то другая часть тела. После знаменитого ляпа о завтрашнем дне на следующем выступлении в той же студии политического ток-шоу «Шустер Лайф» Виталий Кличко рассказал обществу про свой гениальный план о том, как вернуть Крым Украине. Есть чёткое понимание данного ситуация. И у нас есть, что было, мы об этом говорили, сегодняшняя ситуация, которая есть, и нужно смотреть, какой мы можем, что делать, какой выход из данной ситуации. Забавно смотреть на тех людей, которые выдают на своих лицах огромный интерес и пытаются уловить полёт мысли Виталия. Но ещё смешнее становится от того, что понимаешь, с каким трудом они сдерживают улыбки и желание заржать. Есть чёткое понимание данного ситуации. У нас есть не только лишь сегодняшняя ситуация. Хочу обратить внимание международных организаций. Я уверен, что Крым мы можем... А-а-а-а. Однако мэр Киева Виталий Кличко, несомненно, лучший мэр во всём мире. Потому что в сентябре 2014-го он очень тонко намекнул горожанам, когда будет включена горячая вода. Багато спекуляций на сегодняшний день стосовно горячей воды. Мы можем дать горячую воду. Чтобы горячая, холодная вода протворилась в горячую, ее потребно подогреть. Как вы уже поняли, правительство Украины проводит жесткую политику по отношению к своему населению. Я до последнего не верил в это, но после слов киевского мэра у меня отпали всякие сомнения. Оказывается, что теперь жители просыпаются только с разрешения свыше. Скорее всего, Кличко просто хотел призвать не огорчать жителей столицы незаконными застройками. Но получилось, как всегда. Отвечая на вопрос журналистки о том, сколько еще времени нужно киевской администрации на то, чтобы привести украинскую столицу в порядок, мэр Кличко начал с того, что для этого нужно не только время, но и деньги. Казалось бы, в этот раз без миллиона просмотров. Но черт возьми. Скажите, пожалуйста, сколько вам еще нужно времени, чтобы провести столицу в Ладу? В Ладу? Нам нужно не только времени. Нам нужно денег. Потому что мы понимаем, что нам не нужны денег. Не забирайте у нас денег. Ноябрь 2015-го. Деньги получили. Виталий Кличко презентует городу новый трамвай, который привезли на испытание. Но в своей речи о чудо-транспорте он немного переусердствовал с одним прилагательным, пытаясь красочно характеризовать новинку. Попытайтесь держать свою улыбку после каждого слова «современный». Я думаю, что вы еще не устали смеяться, потому что сейчас придется сделать это еще один раз. Давая комментарии журналистам на тему киевских дорог, Виталий спросил своего помощника. Сколько у нас? 40 тысяч квадратных метров? Не помните наизусть? Без комментариев. Ну и наконец случай, с которого начиналась звездная карьера Виталия. В одном из своих интервью российскому журналисту Владимиру Познеру Отвечая на комментарий по поводу того, что в Прибалтике некоторые латыши и эстонцы были в СС и боролись за независимость Латвии и Эстонии, Кличко ответил очень сумбурно. Я одно могу сказать по этому поводу. Если человек одел форму СС, то есть четкое – он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил в себя. И видимо, только Познер был в состоянии его понять. Переводить нужно? Я процентов 80 понял. На видео, выложенном в сеть 2 декабря 2013-го, запечатлено, как один из митингующих настойчиво пытается спросить Виталия, тогда еще лидера партии «Удар», почему оппозиция не требует отставки главы МВД Захарченко, на что политик, явно не сдерживая эмоций, дал весьма неоднозначный ответ. Я его люблю, блять, этого Захарченка. Впрочем, немногим позже, выступив перед публикой, Кличко только подтвердил свое теплое отношение к тогдашнему министру внутренних дел. При этом, по-моему, Виталик изрядно поднабрался. Отставка Захарченко. Вопрос такой завис, и ни да, ни нет, посмотрим. Говорят же, что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. Будучи уже мэром прекрасного города Киев в сентябре 2014-го, Виталий Кличко признался, что ничего не знает про заработную плату. Вопрос заработной платы в сегодняшний день не стоит. Я даже не знаю, где заработная плата, получать заработную плату. Я искренне могу сказать, я не знаю, какая у меня заработная плата. На этот раз я объясню. Политик имел в виду исключительно свою заработную плату. И таким образом он пытался сказать репортеру, что работает исключительно на общественных началах. Но вышло, как всегда, ржачно и нелепо. Прелестный образец косноязычия, этот Виталий Кличко. С таким мэром и зимой не страшно, и в войну не холодно. Что ни фраза, то шедевр разговорного жанра. Те, кто говорят, что они ничего не решают, от их выбора ничего не зависит, они паровы. Ты втираешь мне какую-то дичь. В конце я рекомендую вам Академию Покера. Хочешь научиться играть в покер, выигрывать миллионы, это реально. Лучшая школа покера в Рунете, Академия Покера, научит тебя побеждать. Ребята обучают покеру уже более пяти лет. В их Академии есть разные форматы обучения, а для всех подписчиков канала Удивительный Мир специальное предложение. Обучение можно пройти бесплатно и бонус 3 индивидуальные занятия с тренером в подарок. Ссылка в описании к видео. Ставь палец вверх, если хочешь, чтобы я выпускал больше подобных видео и подписывайся на канал, чтобы не пропустить такие новинки. А если вы уже мой подписчик, то прямо сейчас нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах. Не упускайте свою возможность увидеть Удивительный Мир с другой стороны. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok